Удивительные вещи происходят в шахматном мире. Гроссмейстера Кирилла Шевченко ловят с телефоном в туалете и дисквалифицируют за читерство. И вслед за этим на чемпионате США дисквалифицируют за неспортивное поведение еще одного гроссмейстера. Случилось это сразу после партии Кристофер Юфобиана Каруана, сыгранной в пятом туре чемпионата США. Ну и давайте посмотрим, что же там произошло. И так с определенной перестановкой ходов на доске было разыграно англейское начало. Каруана выводит слона на большую диагональ, белый завершает мобилизацию кавалерии. После хода слон Б7 захватывает центр. Фоби подбирает центральную клетку Д5, открывая диагональ чернопольнику. В ответ на это Кристофер проводит удар по центру, черный меняется, нападает на пешку, белый защищается слоном. Фобиана атакует лошадь, ну и Кристофер снимает с пробега пару лошадей и задвигает пехотинца с темпом, захватывая пространство. Конь убегает на поле Д7 контур, атакуя пешку и Юз защищает ее слоном, попутно завершая развитие. Фобиана усиливает нажим и на оборонительное ферзь Е2 делает 3-0. При случае черные могут создать третье нападение на пешку, используя провисание слона. Поэтому Кристофер устанавливает слоника на защищенное поле. Корона запускает фланговую пешку и Ю нападает на ладью. Но понятно, что уходить ладьей с открытой линией не хочется после примерного F4 в белых перевес за счет пространства и более свободной игры. Движок рекомендует в данной ситуации ударить на поле Е5 жертвы качества. После примерного слона Д8 черный меняет ферзей, забирает на Д8 и якобы здесь у них полная компенсация. В нашей же партии Корона забирает конем на поле Е5, также отдавая качку. После взятия пробивает на поле Д3, жирает слона. Ну и после длинной рокировки Движок пишет, что в данной редакции у белых перевес. Но понять такие тонкие материи человеческим мозгом без специальных приспособлений довольно трудно. Фабиана пока что играет ферзей 7, уклоняясь от размены ферзей. Белый уводит короля из-под возможных шагов, черный завершает развитие. Кристофер централизует. Ладью брать пешку на поле H2 нельзя из-за двойного удара с выигрышем фигуры. Поэтому Корона защищает пешечку на поле H5, чтобы, так сказать, команда не волновалась. Ю пошел Ж3, чтобы ферзь не выеживался. На профилактическое Король Б8 убирает ферзя из-под возможных темповых нападений. Корона надавливает на пешку. Белый защищается. Черный на всякий случай прикрывает поле Д7, чтобы не было никаких фокусов. Пойти пола Д7 с последующим Ферзь Е5. Ну и самое время было начать прессовать противника по слабым черным полям. Но в партии Кристофер, не чувствуя опасности, допускает промедление и, как впоследствии выяснится, ослабление пешки Ж3. Корона продвигает пехотинца вперед. Белый нападает на ладью, предлагая размен ферзей. Корона спокойно закрывается пешкой. Ну и в этот момент 17-летний гроссмейстер отказывается от размена ферзей. В пользу хода Ферзь Е3. То есть видно, что он потерял нить игры и уже не знает, что ему делать с лишним качеством. Тем временем Корона меняется на поле. Ж3 вскрывает диагональ белопольному слону, жертвуя пешку. После взятия на поле Е5 выясняется, что бить ферзем пехотинца нехорошо. Из-за шаха дальше черный меняет ферзей и нашампуривает белые фигуры под диагонали. После отступления ладья вторгается на вторую горизонталь. Белый конь связан по рукам и ногам, король на грани нервного срыва. В общем, удержать такую позицию белыми будет крайне трудно. Поэтому в партии Кристофер отказывается от выигрыша пешки и пытается менять ладьи. Черный нападает на ферзя и белым нужно было держать самую сильную фигуру поближе к своему королю. Но вместо этого в нашем поединке юный гроссмейстер отправляется в поход за пешкой Ж6, который заканчивается для него трагедией. Шахматный мафиози меняет ладьи, создает угрозу шаха с решающей атакой на белого короля. Кристофер защищается от появления слоника на поле Е5, но черный все равно выписывает шах и на отступление связывает лошадь. Ю защищается ладушкой Коруана, набрасывает пехоту на ферзевом фланге. Белый обороняется ходом А4 Фабиана, нападает на пешку, используя диагональную связку. Кристофер планирует организовать контуры группы 6 горизонтали, но предводитель армии черных говорит. А не пора ли нам тряхнуть сединой? И теперь шахи не проходят, поскольку черный просто закрывается слоном. Во время прямой трансляции уже реально было видно, как Кристофер начинает тельтовать, осознав, что победа ускользнула из рук и впереди маячит только поражение. Он продвигает атакованную пешку вперед, выпуская слона из клетки. Коруана усиливает давление на коня от всех шахов. Король колобком убегает на поле А6. Дальше белый уже рассчитывает на какой-то халявный мат, но Фабиана жирает пешку ферзем, защищаясь от тачка Б5. В случае данного продвижения черный меняется, забирает пешку ферзем, используя диагональную связку. Учитывая это, в партии Кристофер отказывается от хода Б5, нападая на слона. Фабиана забирает пешку с шахом, выписывает еще один шах и защищает слоника королем. Юрий решил еще немножко поприставать к черному монарху, забрал пешку на поле Ж6. А теперь черный ферзь в паре со слонами показывает, что будущего у белого короля никакого нет. В случае шахов король убежит на поле А6, ну а на продолжение в партии ладьо Ц2 следует экзекуция. Шах с поля А2, и черные слоны разрывают белого короля. На 48 ходу Кристофер Ю сдался. Дело в том, что при отступлении короля черные матуют по первой горизонтали. Забирают коня, забирают ладью с матом. Если белые закрываются конем, то черные также дают шах ферзем, пробивают на поле Ц1, матуя за счет диагональной связки. Ну и наконец-то на перекрытие ладьей следует мат на поле Д2. Не выдержав такого удара судьбы, Кристофер Ю смял свой бланк, выбежал из турнирного помещения, толкнув оператора, и был тут же дисквалифицирован за неспортивное поведение. Видео эпизода с бланком смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Кстати говоря, все результаты Кристофера после этого были аннулированы, и таким образом корона лишился таким титаническим трудом добытого очка. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой ситуации, ставьте лайки и до следующих встреч. Продолжение следует...